Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео посвящена вопросу инфляции, что делать, чтобы защитить свои денежные средства от инфляционных рисков. Давайте поговорим об этом, какие у нас перспективы на 2023 год, что у нас происходит в настоящий момент, что будет влиять на инфляцию в России в 2023-2024 году, ну и, соответственно, какие бы, может быть, имеет смысл рассмотреть объекты для инвестиций, чтобы минимизировать риски инфляционного давления. Сразу скажу, что у нас под данным видео находится ссылочка, можете пройти, забрать подарок, который актуализирует те вещи, которые можно сделать как раз-таки прямо сейчас, для того, чтобы минимизировать инфляционные риски. Ну что ж, давайте поедем, друзья, что хочется сказать. Неоднократно говорили на канале, что влияет в России на инфляцию. Есть внешние факторы, есть внутренние факторы. Давайте больше, наверное, поговорим по внутренним факторам, которые влияют на инфляцию и будут влиять, скорее всего, в 2023 году. Такими факторами, двумя основными, лично я считаю. Первое – это то, что у нас растет дефицит бюджета. Дефицит бюджета, который может составить до 4% от валового внутреннего продукта в России. Это практически в два раза больше, чем в 2022 году. И здесь получается, что этот дефицит нужно каким-либо образом покрывать. И покрытие этого дефицита, первый инструмент покрытия дефицита – это продажа валюты, которая есть у правительства на валютном рынке. И второе – это эмиссия. Эмиссия денег, потому что сейчас мы видим, что особо облигации не размещаются, то есть аукционы не проходят с теми доходностями, которые предлагает сейчас Минфин по выпускам облигаций федерального займа с фиксированным доходом, они рынку неинтересны. И поэтому, получается, у нас Центральный банк планирует в 2023 году напечатать 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей – что это за цифры? Нужно понимать, что каждые напечатанные 3 триллиона рублей приводят к инфляции порядка 4% в России. Это занимает определенный временной лаг, где-то порядка года-полутора лет, когда эта денежная масса, которая напечаталась, поступает в экономику. При этом сама экономика не растет. То есть что получается? Товары и услуги на выпущенные деньги не производятся. То есть эти деньги не идут на покупку новых товаров и услуг. То есть количество товаров и услуг остается то же самое. Может быть, даже уменьшается, если там ВВП стагнирует. У нас ВВП вроде бы как растет, но он растет преимущественно за счет ВПК – военно-промышленного комплекса. Он не растет за счет других секторов экономики. И поэтому получается, что когда у вас денежная масса увеличивается, но сопоставимое количество товаров и услуг не растет, которые бы позволили стерилизовать эту избыточную денежную массу, то начинается инфляция. Количество денег увеличилось, а количество товаров и услуг не увеличилось. В потребительском секторе даже снизилось. И поэтому получается, что неизбежно цены будут расти. Это первый фактор, который влияет на инфляцию, то, что у нас Центральный банк непосредственно планирует напечатать порядка 6 триллионов рублей. Увеличение денежной мюансы, бессопоставимого увеличения количества производимых на территории России товаров и услуг, приведет к росту цен на товары. Это первый фактор. Поэтому первое, на что стоит рассчитывать, на горизонте 1,5-2 года, как я уже сказал, эмиссия 6 триллионов рублей плюс 8% к инфляции. Вторым фактором, который влияет на инфляцию, это так называемый баланс внешней торговли, то есть сколько мы экспортируем, сколько мы импортируем. Соответственно, то укрепление рубля, которое было, мы наблюдали в 2022 году, у нас, получается, были высокие цены на газ, высокие цены на нефть. Не весь год у нас действовали ограничения санкционные, которые были введены, и поэтому у бюджета были сверхвысокие доходы. То есть мы продавали много, экспорт был большой, валютная выручка была очень большая, и валюты поступало компаниям российским очень много, а импорт очень сильно снизился. То есть та валюта, которая появлялась в России за счет продажи наших ресурсов, она не компенсировалась объемом импорта. То есть импорт очень сильно сжался. Многие компании иностранные покинули территорию России, свернули свою деятельность, кто-то приостановил. Сейчас мы видим, что кто-то окончательно прекращает свою деятельность, но постепенно все равно идет импортозамещение. То есть европейские и американские компании уходят, азиатские компании и индийские компании приходят. Параллельный импорт, то есть у нас подключается малый и средний бизнес в вопросах импортозамещения, и импорт постепенно начинает расти. При этом еще и падают цены на сырьевые товары, у нас есть ценовые ограничения, по какой цене мы продаем наши экспортные товары. То есть получается валютная выручка, количество валюты уменьшается, а спрос на валюту со стороны импортеров растет. И таким образом получается, что еще инфляционное давление, дополнительным инфляционным давлением может сказаться фактор как раз-таки вот этого торгового баланса. Когда у нас импорт будет расти, а объем долларов и валюты, которые мы получаем от экспорта, будет снижаться. Это тоже является проинфляционным фактором и соответственно будет сказываться на росте инфляции. То есть это еще порядка, все зависит в конечном счете от того, каков будет валютный курс прогнозировать, его сейчас достаточно сложно. Но в принципе то, что устраивает абсолютно всех, это диапазон 75-85. Соответственно, если мы понимаем, что диапазон 75-85 от текущих уровней, то есть по состоянию на конец февраля 2023 года курс доллара 75, то получается еще в район 85 можем двигаться из-за вот этого сальдоторгового баланса. Это получается еще 10 рублей, ну и еще порядка 10-15%. То есть опять же это не будет носить какой-то резкий характер, это не будет приводить к резкой девальвации рубля, это будет постепенно и плавно проходить. Но опять-таки, если мы смотрим на горизонт, не знаю, там в полтора-два года, валютная составляющая в инфляции может дополнительно привести к росту инфляции в пределах еще, наверное, там порядка 10%. Итого мы можем суммировать две вещи. Увеличение денежной массы плюс валютная составляющая в инфляции, которую мы наблюдаем. Таким образом мы получаем, что у нас инфляция за два года может составить порядком, в среднем получается порядка 15%. Ну то есть накопительным итогом порядка 30%. И тогда возникает закономерный вопрос, а что же делать в этом случае, да, то есть какие объекты для инвестиций являются интересными, какие объекты для инвестиций становятся менее интересными в период роста инфляции. Давайте поговорим об этом. Первые классические инструменты, которые доступны абсолютно большинству людей, такие как банковские депозиты, облигации, консервативные инструменты, они, наверное, будут менее интересны. Почему это будет происходить? Потому что так как инфляция будет расти, центральный банк для того, чтобы управлять этой инфляцией, будет повышать процентные ставки и, соответственно, процентные ставки со временем будут расти. То есть если вы размещаете денежные средства на банковском депозите, то старайтесь размещать в следующий год на короткие депозиты. Потому что если вы разместите на длинный депозит, ну как это было, например, в начале 2022 года, сейчас такие предложения существуют. То есть Сбербанк предлагал депозиты с доходностью 9,5%. ВТБ предлагает сейчас депозиты с доходностью 9,5%. Почему? Потому что, опять-таки, сидят финансисты, сидят аналитики, которые рассчитывают все эти вещи, которые рассчитывают объем денежной массы, которые рассчитывают валютные риски, которые присутствуют. И они сейчас готовы привлекать под 9,5% годовых на 3 года. То есть вы вот такие вот привлекательные ставки по сравнению с прошлым годом получаете только на трехлетних депозитах. Но если вы на трехлетний депозит размещаете с доходностью 9,5%, а инфляция по итогам года может составить более 10%, нужно понимать, что уже в первый год будет негативная реальная доходность, отрицательная реальная доходность ваших инвестиций. Потому что доходность по депозиту не перекроет вам реальной инфляции. Центральный банк будет реагировать, повышать процентную ставку, и к концу года мы можем увидеть факт, что доходность банковских депозитов будет более привлекательной. Мое мнение, да, то есть первое, что стоит, это воздержаться от размещения на банковские депозиты, потому что в следующие 1,5-2 года реальная доходность с поправкой на инфляцию в них будет отрицательной. То же самое касается инвестиций в облигации и производных ценных бумаг от облигаций, боевых инвестиционных фондов облигаций, фондов денежного рынка облигаций с фиксированным доходом. Почему? Все то же самое. Причины те же самые. Потому что у нас, получается, ставка центрального банка будет расти, доходность облигаций будет расти, а это значит, что на облигациях вы будете терять. Причем на облигациях с фиксированным доходом вы будете терять даже больше, чем на банковском депозите. Объясняется это тем, что если будет расти процентная ставка центрального банка, то сами облигации будут падать в цене. То есть у вас сама доходность будет неэффективна, во-вторых, еще облигации будут падать в цене. И вы здесь можете столкнуться с тем, что если у вас средства размещены в облигациях с фиксированным доходом, вы будете терять, потому что эти облигации будут еще падать в рыночной цене, и это тоже будет сказываться на итоговой доходности. Что еще, да, то есть от чего стоит воздержаться, что стоит непосредственно пересмотреть? Ну, даже не пересмотреть, а усилить. То есть основные риски находятся в надежных консервативных инструментах с фиксированной доходностью, потому что реальная доходность с поправкой на инфляцию по итогам следующих полутора-двух лет будет отрицательной. Если вы являетесь консервативным инвестором, если вы по-прежнему боитесь заходить на рынок акций, то что имеет смысл в этом ключе рассмотреть в настоящий момент? Первое, что стоит рассмотреть, это облигации правительства России, они еще называются линкерами, доходность по которым привязана к реальной инфляции. Если мы понимаем, что инфляция будет расти, то облигации-линкеры, доходность которых привязана к инфляции, они, соответственно, будут пользоваться популярностью. Во-первых, в чем преимущество? Вы защищаете себя от инфляции, потому что на уровень официальной инфляции будут расти купонные выплаты. Раз. Два. Так как вы вовремя получаете эту информацию, то через год у нас как происходит, люди год посмотрели, где деньги у них лежали, посмотрели, что у них доходность банковских депозитов реально отрицательная, начинают думать, какие выбрать альтернативы. И только через год, через полтора люди начнут перекладываться в линкеры, а они у вас уже будут куплены. И это приведет к спросу на облигации, доходность которых привязана к инфляции. То есть вы заработаете купонный доход. Второе, вы заработаете на том, что эти облигации сами по себе вырастут в цене, потому что на них будет очень высокий спрос. И многие банки, институциональные инвесторы сейчас покупают линкеры в портфель. Это вот первая история, которую можно рассмотреть. Вторая история, соответственно, валютная составляющая. То есть я уже рассказал про валютную составляющую, я рассказал про то, что у нас планируется снижение профицита торгового баланса. И в этом случае, в принципе, валютные инструменты являются интересными. Начиная просто от наличной валюты, которую можно купить, да, за счет валютной переоценки вы можете заработать. Второе, все-таки, я считаю, да, и то, о чем мы говорили еще в начале года на нашем канале, это покупка замещающих облигаций. То есть сейчас, опять-таки, разрабатывается законопроект, чтобы чуть ли не в обязательном порядке все облигации, которые выпущены, еврооблигации, которые выпущены российскими компаниями, провели процедуру замещения, то есть чтобы они выпустили замещающие облигации. Замещающие облигации, они, соответственно, торгуются в рублях, покупаются за рубли, но доход вы получаете от валюты. Про замещающие облигации очень много уже было рассказано, да, вот в этом видео мы про них говорили более подробно. Сейчас о них останавливаться не буду, но как альтернатива в настоящий момент это, там, такой хороший мастхэв, потому что вы получаете фиксированную доходность, доходность в валюте и дополнительно можете заработать за счет валютной переоценки и за счет роста цены самих облигаций. Про валюту непосредственно сказал, также в этом ключе может быть интересно инвестиции в драгоценные металлы, потому что драгоценные металлы у нас торгуются в валюте, да, то есть это некий такой же такой валютный прокси, связанный с тем, что может быть само золото еще пока не будет выдавать каких-то сверхвысоких доходностей, но тем не менее за счет валютной переоценки, валютной составляющей вы можете непосредственно покупать. Инструменты здесь у нас обезличенные металлические счета фонды облигаций которые торгуются и соответственно физическая покупка драгоценных металлов или через слитки или через монеты опять же сегодня видео мы не останавливаемся более подробно на специфике инвестиции в драгоценные металлы просто можно сказать что если деньги находятся в инструментах с фиксированным доходом имеет смысл рассмотреть их чтобы разбавить от именно инвестиции в драгоценные металлы но что касается акции это отдельная большая тема акции наверно выборочно здесь имеет смысл рассматривать опять же нужно смотреть на компании которые выплачивают хорошие дивиденды раз второе это компания экспортер на то есть из таких фаворитов которые бы я прям внимательный настоящий момент смотрел бы сейчас это акция компания новотека это акция компании all rosa это акции компании поле металла полюс золото опять-таки с неким прокси на золото на получение прибыли за счет валютной переоценки сегодня друзья у меня на этом все не забываем про подарок который был объявлен самом начале ссылочка находится внизу забирайте у меня же сегодня на этом все как считаете самостоятельно что имеет смысл еще дополнительно добавить в инвестиционные портфели оставляйте в комментариях подписывайтесь на канал увидимся пока пока